Новый учебный год для школьников Ненинского округа начался в очном формате с учетом ряда ограничений, предписанных Роспотребнадзором в условиях пандемии COVID-19. С подробностями Михаил Веселов. Мама кошу заплела, бантики расправила, ранец новенький дала, в первый класс отправила. С первым ограничением в образовательном процессе в условиях пандемии учащиеся первых классов школу номер 4, как, впрочем, и всех других городских школ, столкнулись сразу же после окончания праздничной школьной линейки, которая, кстати, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора прошла на открытом воздухе, во дворе школы, в присутствии родителей. Первый раз в первый класс дети, однако, шагнули уже без их сопровождения. Обычно по традиции родители всегда присутствовали на первом уроке дебютантов-учеников. Но тут уж ничего не поделаешь. Родителям вход в школу пока запрещен. Многие волновались, справятся ли малыши, не заблудятся, все ли запомнят, что говорит им учитель. Смеем заверить, справились. Наша съемочная группа заглянула в один из классов начальной школы. В первый Г. Ознакомительный урок усвоения первых наставлений педагога. Рамцы на полу, на пол постараюсь. Рамцы на полу, на пол постараюсь. Все. Так, сеть, сеть, ручки. Непоседы быстро сориентировались. В школе свои правила. Тишина, порядок, дисциплина. Вот что нам нужно. Наступил тот день, когда вы переступили порог школы. Я знаю, что вы очень волновались, очень хотели и ждали этого дня. Этого дня ждали не только 710 правокрасников Нейнского округа, но и все школьники, учителя и родители, подуставшие от дистанционного обучения. До последнего дня не верили, что учебный процесс в школах начнется в очном формате, пусть и с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции. Теперь все школьники округа не домашние дети у компьютеров на дистанционке с учителями, а полноценные... Учебный день! Первое сентября с его праздничной атмосферой – это уже вчерашний день. А сегодня начались трудовые будни, дан старт образовательному процессу и всему, что ему сопутствует. Много непривычного и для педагогов, и для их учеников. С этим непривычным они столкнулись сегодня поутру сразу же, как только зашли в здание школы. Из числа нововведений – обязательная обработка рук антисептиком с помощью сенсорного дозатора, прохождение термометрии или, проще говоря, дистанционного замера температуры. Если на утреннем фильтре обнаружится, что температура ребенка 37,1, то ребенок перемещается в изолятор до прихода родителей. Изменения коснулись не только этой сферы, связанной с охраной здоровья. Как известно, с 1 сентября по всей стране ученики младших классов должны быть обеспечены горячими завтраками за счет государства. И вот как это организовано, например, в школе номер 4 на Ринмаре. Нынешняя особенность – детки у нас питаются через стол, соблюдаем дистанцию. С 1 по 4 класс у нас питаются бесплатно, горячим питанием. 478 человек на данный момент. Что сегодня в меню первого завтрака? В меню у нас греча отварная с маслом, сосиски. Местного производства? Местного производства. Так, огурец нарезка и чай с сахаром. И на десерт вафли. Коллектив очень распоченный, мы работаем все вместе, все дружно. Для нас это дело привычное, в принципе несложно, но мы вливаемся, стараемся, все успеваем. В число дополнительных забот и хлопот, сопутствующих началу этого учебного года, входит и необходимость организации кабинетной системы обучения. За каждым классом отныне закрепляется конкретное помещение. В разное время стали начинаться уроки. Намного чаще и тщательнее нужно проводить уборку в школьном здании. Однако, по словам руководителя образовательного учреждения, есть немало и того, что порадовало школьный коллектив. Так теперь учителям за классное руководство будут ежемесячно доплачивать по 5000 рублей, причем с учетом северных надбалок и районного коэффициента. Для многих педагогов Ненецкого округа это станет весьма весомой прибаской к зарплате. Почти на 1800 новых книг и учебников удалось пополнить фонд школьной библиотеки, затратив на это 940 тысяч рублей. Нефтяники подарили современный компьютерный класс, оборудование уже поступило. Словом, поводов для оптимизма хватает. А что касается трудностей, с ними в школе справиться, уверена Эльмира Реваловна. Вообще сегодня первый день образовательного процесса. Старшеклассники тоже приходят 9.20, проходит утренний фильтр, но многие еще забывают обрабатывать руки. Я думаю, что приходится напоминать, поэтому в течение недели, я надеюсь, все это войдет в нормальный режим и дети перестроятся. В настоящее время идет адаптация участников образовательного процесса к новым условиям. Непреодолимых трудностей, собственно говоря, не бывает. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, телекомпания «Север». Спасибо. Спасибо.